Добрый день, может добрый вечер, а может доброе утро, дорогие друзья. С вами снова Мария Карпинская. Я сегодня хочу продолжить немножечко передачу, ту, которая была предыдущая, потому что я делаю всё на телефон, и они коротенькие, о духовном росте, об эволюции человека. Но сейчас эволюционируют не только люди, вместе с людьми. Заметьте, стали эволюционировать животные, коты, гуси, собаки, все-все-все. И вот у меня же птенчик был, Кришна, но это же вообще что-то запредельное, да? Почему это происходит? Человек эволюционирует, развивается, духовно растёт, и вместе с ним растёт всё окружающий мир, его и животные, и всякие. Это несмотря на то, что сейчас происходят страшные вещи, сами знаете, где-то катастрофы, где-то войны, где-то там голод, где-то что-то. Но при этом я вот уже говорила, что так все кричат, Боже мой, атомизация, атомизация, люди разъединились, вай, 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 что делать? Да надо ценить любое время, ценить время, и понимаете, что время – это самое главное, и надо быть хозяевами этого времени. А для этого нужно понимать процессы эволюционные. Вот мы жили в Советском Союзе, сейчас все многие люди плачут по Советскому Союзу, хочу туда, хочу назад, хочу в Советский Союз, там так хорошо жилось. Но это был такой период, период коллективизма. Я сейчас говорю о нас, об СССР, о России, да, вообще просто о людях. Вот был этот период, он был по-своему прекрасен. Разве нет, почему мы плачем то, что и потеряли? Сначала, когда это было, все ругали. Вот, что имеем, то не ценим, потерявши плачем. Вот прямо даже хочу назвать так передачу, что имеем, то не ценим, потерявши плачем. Почему? Вот был Советский Союз, я, допустим, жила, мне вообще так повезло. Я жила во времена Советского Союза. Я родилась в то время, когда только-только из жизни ушел Иосиф Иссарионович Сталин. И вот я прошла столько разных этапов, столько разных людей насмотрелась. И я бесконечна, этот процесс эволюции в душе происходящей. Вот многие, как это сказать, расценивают в человеке, смотрят на ум и находят все во внешнем. Вы не ищите во внешнем, ищите внутри себя. Все внутри, это совсем другое мышление. Так вот, и нужно любить то время, которое сейчас есть. Понимаете? Потому что, когда это время уйдет, придет снова время там коллективного чего-то, все опять будут рыдать. Ой, как же было хорошо, когда мы каждый имели свой внутренний мир. Когда мы развивались сами, каждый по себе. Все время кто-то из людей отстает. Вот вся беда в том, что люди как бы тормозят. Не тормозите процессы, друзья. Давайте соответствовать процессам и принимать их так, как есть. Вот на сегодняшний день, что интересно, когда я была юной девушкой, и ею осталось, только годы идут, а толку, а все равно остаюсь юной в душе. Почему? Почему я остаюсь юной? Вы знаете, когда-то в детстве там я читала все книжки подряд, потому что у меня тетя работала в библиотеке, а мать ненавидела книги. Я с фонариком под одеялом читала, она брала эти книги, бросала их петь, сжигала. Я ужасно плакала, расстраивалась, но я пожирала книги. Уже когда поела все, осталось еще «Капитал Маркса» и «Все там о Ленина», и все это я перечитала тогда, еще будучи юной девочкой до 16 лет. Пожирая книги, я, конечно, многие проглотила, может быть, что-то усвоила, на подсознание легло, но это было такое время. Потом я пошла в институт, потом еще какое-то время, потом я работала педагогом-новатором, ну, у меня очень бурная жизнь такая. Потом я закончила 4 вуза. Представьте, я ужасно любила учиться. Потом еще курсы всякие, включая бухгалтерские, и все. 4 высших образования. Первый был технический вуз, потому что мне отец говорил, иди в технический институт, ты должна быть изобретателем. Хорошо, я пошла, где было там 32 мальчика, ой, 30 мальчиков, там или там 26 мальчиков, 5 девочек. Я училась, сопромат сдал, как там говорят, любись. А, на черталку сдал любись, сопромат сдал сопротивление материалов. Женись. До сих пор помню задачи, которые я решала по запромату. Память осталась. Потом я пошла в Пелмоскву, педагогический институт имени Крупской, и закончила его. И стала педагогом, стала работой педагогом. А потом режиссерские курсы при ВГИКе. А потом закончила американский университет психоаналитика трекера. Трекера, извиняюсь. То есть постоянно училась, училась, мне так нравилось. Это было советское время. И чем было хорошо советское время? Там на тебя смотрели, ага, ты трудишься, ты что-то делаешь. Там выбиралась определенная форма жизни. Единый мир, никаких внутренних миров не было. Все жили в едином мире. И видели, что если ты соответствуешь этому единому миру, если ты трудишься, если ты хочешь приносить пользу огромному обществу, тебя прямо брали за шкирку и начинали двигать вверх. Меня все время двигали, двигали в разные места. Там, когда я в Горьком работала, я не пошла инженером после первого вуза, а пошла мастером на Канаву, где алкоголиков всех отучила пить. И стала выполнять планы в пять раз, там в десять. И меня сразу прислали журналиста Карпинского, я стала Марией Карпинской, да, из Москвы, чтобы написать обо мне статью. Начальник управления стал меня двигать тоже туда-куда-то. Вот станьте этим в партию. Ну, я в партию не пошла. Я была секретарем Капсобольской организации везде, боже мой. То есть на всех общественных работах, потому что за это не платили, а это все было общественное. Потом меня вообще в управление хотели взять. Потом начальник, ну, в общем, много чего было. И тут я уезжаю в Москву, и там я тоже не воспользовалась услугами, так скажем, своей свекрови, доктора наук, профессора настоящего. Связи были большие. И Лена Карпинского, которая тоже имела вообще везде связи. Нет, я пошла работать после педагогического вуза. Я пошла работать, сейчас это колледж называется ПТУ. К ПТУшникам, которые все стояли на учете в милиции. И я с ними работала, мучилась и не мучилась. Я их тоже отучала от всего и приучала к человечности. И учила разным предметам. Дошло до того, что преподавала 14 предметов. Потом, значит, театр у меня образовался уже в техникуме. Потом театр «Апрель», который вместе я диспансировала и делала фестивали детских театров международных. Это все непередаваемая судьба, которую не рассказать. Вот мой путь, он такой многообразный, что если ты рассказываешь, люди просто даже поверить не могут. Потом заблуждение, ошибки. Это тоже здорово. Понимаете, разные-разные времена. Такое ощущение, что я жила много-много жизней. И вот сейчас наступило другое время атомизации. Когда, собственно, вот я со своим талантом, со своей энергией, со всем, с тем, что я сделала, я, собственно, особо никому не нужна. Только себе самой, может быть, и своим друзьям, своему сыну и так далее. И это тоже... И вы знаете, я приняла это время как самое счастливое. Наконец-то можно, знаете ли, отдохнуть. А то все время на благо человечества трудилось. И тут отдых. И я отдыхаю. Я занимаюсь тем, что... Я занимаюсь саморазвитием. Я совершенствую, перепроверяю свой внутренний мир. Хотя, когда я работала и жила в разных, и училась, и воспитывала сына, и все это делала вместе, я все равно развивала свою фантазию, воображение свое. И оно у меня настолько бурное, и до сих пор вот осталось, да. То есть я могу развивать его дальше и дальше. И ему нет конца и края. И человек ведь... Мальчик Миша из Питера, мальчик Индиго, говорил, что тот человек, в котором есть воображение, над ним горит свет. Это не электрический свет. Это Божий свет. Так вот. И если в тебе осталось это воображение, если у тебя есть ребенок, живет, то ты живой, понимаешь? Ты развиваешься, ты двигаешься дальше. Ты не сожалеешь о прошлом. Наоборот, ты вспоминаешь его, какое было прекрасное время. Но оно есть, оно никуда не делось. Я любила жить в Советском Союзе. Потом я любила жить вот в этом разрушенном мире, когда Советский Союз разваливался. Теперь я люблю жить в этом мире, который очень сложный, многообразный. Я вам сейчас говорю все из собственного опыта, чтобы вы понимали, так надо жить. Понимаете, так надо жить. Не плакать, потому что потеряли, а то, что имели, не ценим. Ценить то, что мы имеем. Всегда ценить то, что мы имеем. Цените это. Цените этот миг. Цените это время. Потому что все заканчивается, поверьте. И вот я говорила о высокомерии. Многие люди достигли каких-то высот в искусстве, стали высокомерными. Там чиновники, богатые люди. Все стали высокомерными, к ним не подойдешь. Даже какие-то простые люди, которые там обрели какую-то маленькую профессию, не как у меня четыре высших и звание академика. Они даже не считают меня, что мне там много лет и что я... А потому что мне где видно, что я академик? Я осталась ребенком. Я осталась такой же, как была. Поэтому будьте невысокомерными. Пусть вы перебаливаете этой болезнью духовного роста. Это прекрасная болезнь, когда вам дана возможность посмотреть в себя, посмотреть в свой мир внутренний, заняться собой. Это прекрасно. Живите, цените то, что есть сейчас. И не надо, как это, то, что вы имеете, не ценить. И не будете чего-то все время думать, что еще чего-то надо. Жизнь удивительна и прекрасна. Так что я вот с вами на связи снова. По-разному бывает на связи, бывает не на связи. Но поверьте мне, я чем дальше нахожусь от людей, вот сейчас я немножечко изолирована от людей, тем больше я их начинаю понимать, тем больше я начинаю, как это сказать, прощать их, что ли. Понимать, прощать, любить. И поэтому я могу сказать, что, дорогие люди, я вас очень люблю. Еще я хотела сказать, что вот у меня есть, мы переписываемся, такая Лариса, я не буду ее фамилию называть. Она мне очень много там пишет, информации посылает. И мне хочется, конечно, ответить бы на ее все вопросы об Иисусе Христе, и Махабхарате, и о Кришне, и обо всем. Потому что и о едином материке, который развалился. Но для этого нужно много-много времени. А у меня сейчас пока времени нет. Поэтому я сейчас, смотрите, прямо языком, чтобы побыстрее. Просто я дарю вам, я дарю вам сейчас вот общение со мной, такое мимолетное, я бы сказала, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И я желаю вот этого мимолетности, этого гения чистой красоты в душе каждому из вас. Всего доброго, дорогие друзья. До встречи. До свидания.